Привет, Артур. Всем привет. Мы тебя ждем. Со школы Человек Будущего тебя ждет. А ты знаешь, что, пока мы тебя ждали, я вчера одну запись, маленький ролик сделал, показал вот такой прием. Как вот так вот повернуть руки, чтобы сильно сжать, чтобы локти сжимали эти ладошки. И считал до трех, скажем, счетом, чтобы человек представлял себе свое желание, которое он хочет, чтобы потом исполнилось. И одновременно представлял, что они слипаются. И они слипаются, я считаю, раз, два, и одновременно желание. А у меня сейчас желание, чтобы мы прекрасно провели встречу. Три. И потом говорю, уже не можете разнять, потому что доминанта сформировалась, и теперь желание ваше будет исполняться. Только когда я считаю наоборот, руки разомнутся. И считаю наоборот. Три, два, один. Да. И они разнялись. А до этого не могли разнять. И сформировалась доминанта. Я хотел тебе сказать, ты же поднимаешь штангу, что как раз таки в этот момент у тебя тоже происходит такое максимальное сосредоточение. Как вот здесь. То есть доминанта. А желание там твое, поднять вес, правильно? А здесь человек загадывает желание, которое у него будет. Вместо веса, ну, какая-то другая цель. Таким образом формируется мотивация. И у тебя, когда поднимаешь штангу, и когда он делает вот так, чтобы показать на различных приемах, примерах, что механизмы мозга работают одинаково. Когда человек сильно сосредоточивается, доминанты создаются. Да. И цели разные. Да. Я хочу сказать на примере большого веса, который лежит сверху. Большое... В движении приседания существует 11 загрузок. И они такие дробные загрузки, посекундные. И вот если 90 градусов, я потом... Я сейчас буду просто в теории, на практике мы потом покажем, конечно, на следующей нашей встрече некоторые упражнения. И вот в приседании с большим весом есть зависание. И вот здесь, в этом зависании, можно включать именно пилот... Мысли пилота сознания, чтобы пройти вот этот путь. на высоких оборотах, на работающем двигателе пройти вот этот путь зависания. Но чтобы тренировать его, тренировать без веса, очень, в принципе, сложно. С весом более... более приближено вот к той модели, которая необходима. Если говорить о движении без веса, движении без веса, то нужна концентрация, концентрация внимания к тому, чтобы чувствовать, чувствовать вот это ощущение внутри, как вот у пилота мысли, вот этот эндорфин, когда мы смотрим на картину или на фантазию творчества, картины природы или художника. И вот с весом здесь, с упражнением, здесь немножко по-другому научиться к той концентрации просто в самом движении. То есть, если выполняя физическую программу, культуру, выполняя упражнения там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я для сравнения хочу показать, как вот сейчас двигаются мои пальцы медленно по стене. И вот здесь вот этот вот момент концентрации, он понятен. И так же обратно. Если сделать скорость более, вот так вот, то сейчас произошла инерция, движение, динамика. И вот это вот чувство, когда ты идешь, оно другое. То есть, так же здесь, вот это. Так же движение, движение на медленных скоростях ощущаешь вот это вот внимание и обратно. И концентрацию. Поэтому, чтобы научиться чувствовать вот это движение, эндорфин, эндорфин, не только в пилоте мысли сознания, но и в пилоте и в штурмане тела, нужно начинать концентрироваться и упражнения выполнять, вот именно, что вы говорите медленно, на вот этих скоростях мягких научиться концентрировать внимание. и если прибавлять вот эти скорости постепенно в зависимости от возраста, ну тогда если брать пример моего тренера Владимира Скаченко ему 75 лет, он после работы на пенсии хорошо себя выглядит, тренируется, вот 160-178, сейчас у него вес 80 килограмм, может он приседать, и он тебя хорошо чувствует. У нас вот Липецк славится ветеранами тяжелой атлетики, ветеранами и силового троеборья, у нас их много, вот, и есть, в общем, чему научиться на опыте. Вот, и у нас вот этот эксперимент, с ними 20 лет длится, и вот сама концентрация внимания в физической культуре, она нужна медленное восприятие, понимание, не просто как движение инерции съедает вес, выбрасывает там вот, то есть, что он сделал, я не понял, а если сделать это медленно, а потом вот в этой инерции именно концентрированная работа, то тогда выброс эндорфина и блокируются клетки в эпиденоме, получается, замедляет процесс старения, процесс старения для тела. Вот, за счет этого эндорфина. Эндорфина не только торчит картины, через картины и природу, но и через тело, через штурмана тела. Вот, как тут, я, наверное, так вот скажу. Скажи, пожалуйста, вот, когда ты самый большой вес поднимал, самый-самый большой вес, ты в этот момент, когда ты поднимал, когда ты был максимально сосредоточен на том, чтобы поднять эту тяжесть, ты о чем думал в этот момент? При готовности, готовности, когда подходил к штанге, был мандраж спортсменов, то есть выброс адреналина, вот, и мне нужно было такое спокойствие, в чем я искал это спокойствие, то есть было сердцебиение, не подаешь виду, и где я искал, то есть я обращал внимание на какие-то творческие, от моей фантазии сюжеты, вот, и, например, вот дети играли, когда я поднимал вес, 390 килограмм, становый тяги, я обратил на них внимание, помахал им рукой, они увидели меня, мы стали вот так вот жестами играть, и я вот эту эндорфинную энергию получил от них, а не от меня, я не видел никого, и я, в принципе, поднял вот эти две слицы, и отправил эти слицы. если в упражнениях приседания, приседания, то есть сверху давление, вот, ну, здесь тоже принцип такого же настроя, вот, еще что-то позитивное, красивое, творческое, а вот в момент движения, что происходит именно в доле секундной загрузки, ну, здесь уже отработаны в этом пути сами загрузки в этом пути, и о чем я думаю, ну, ищу координацию движения, чтобы не упасть, а вот какие изменения, какие изменения, ну, допустим, вот муха у меня пролетела перед глазами, я вот муху эту хорошо разглядел, это у меня был такой, то есть вес 410 килограммов на соревнования в чемпионате Европы, вот, и летит муха перед глазами, и вот я ее разглядел, хорошо, я еще так удивился, я думал, хоть бы координацию не потерять, то есть вот у меня улучшилось зрение, еще заметил, что время замедляется очень сильно, вот, замедляется очень сильно время, то есть такое ощущение, что это вечность идет. Вот, вот, соприкосновение с вечностью, да, 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 при максимальной сосредоточенности происходит как бы контакт с вечностью, потому что уходит страх, комплексы, стереотипы, это по существу то, о чем мы говорим в школе нашей, о том, что есть так вот вхождение в поток, когда ты един с целью, един с целью, настолько сосредоточен, что в этот момент может быть даже голова как пустая. Я так понимаю, я не штангист, но я когда рисую тоже в этот момент, когда в поток входишь, рука сама как бы идет, как бы тобой как бы твоей рукой водит Бог, как будто автоматизм некий, ну, вот такое вот состояние максимальной сосредоточенности люди часто, наверное, испытывают, ну, кто где, вот, когда он занят любимым делом максимально сосредоточен, когда это дело полностью ему соответствует, его генетики, его мотивации, и когда он занят любимым делом, у него, наверное, тоже похожие вещи такие происходят. То есть я хотел сказать на разных уровнях частот головного мозга, когда человек в полном максимальном сосредоточении, и когда он в полном расслаблении, наверное, у него одинаковое состояние, просто на разных уровнях это происходит. Вот ты интересную вещь, Артур, сказал, ты сейчас сказал о том, что можно механические движения делать, это одно, а другое делать, как бы замедленным. Вот еще расскажи, вот этот кусочек очень важный, что ты имеешь в виду под этим, вот механические движения, и когда замедленные ритм, что ты имеешь в виду? Дело в том, что я заметил, когда мы проводили занятия, ко мне многие проходили, спрашивали во время занятий, как сделать, что лучше сделать, я вот рассказывал, показывал, и обратил внимание, что человек не совсем старается, как не совсем, он старается, выполняет упражнения, но нет той особенности вот этого чувства, и я вот его вижу, что нет вот этой концентрации, то есть само движение, чтобы научиться движения выполнять, элементы спортивного движения, с этой техникой, чтобы получить вот это счастливое настроение, эти движения нужно выполнять спокойно, на мягких скоростях, не спешить, то есть идти медленно, вот если поставить сейчас два пальца к стене и пройтись по стене вот так, вверх, и обратно так же, в такой же скорости, если нам пробежать вот так вот, то вот и здесь будет это чувство, что нет концентрации в том, что само движение медленное на самом деле не так уж просто, и пальчики работают, и если сделать 5-10 подходов, то пальчики устанут, а если сделать это быстро, то есть инерция скидает вверх и включаются другие мышцы, то здесь пальцы работают. Артур, позвольте, я тебе один пример приведу, вот если человек просто разводит руки, просто разводит руки, просто разводит руки, а если он попытается их очень медленно разводить, вот весь сосредоточился на том, чтобы медленно-медленно разводить механически, но медленно-медленно в какой-то момент он входит в состояние, когда они идут уже на автомате, он уже не теряет энергии, не устает, И он ходит в такое состояние, и там тоже состояние контакт с вечностью, когда все пофигу, нет страха, нет шаблонов никаких. И они как бы, вот это у нас же ключевой стресс-тесс. То есть вот может быть это то же самое, о чем ты говоришь просто на другом примере, что если попробовать любое действие, делать не шаблонным способом, как обычно люди привыкли. Вот я беру мышку от компьютера, а если я буду делать это движение настолько медленно, насколько возможно, то есть уже не по шаблону, а по-новому, то для этого мне надо же максимально сосредоточиться. И когда я максимально сосредотачиваюсь, чтобы делать движение сверхмедленно, разрывается шаблон, я тоже выхожу на это состояние. Дело в том, что по времени, дело в том, что по времени, я немножко сейчас добавлю, дело в том, что по времени упражнения, приседания, можно сделать, допустим, быстро, а можно сделать медленно. Но для этого тебе же надо сосредоточиться. Так вот мы получим, мы получим то, что медленно работаешь над собой. Ну вот, ключевой стресс-тест, пошло покачивание, да, релакс пошел психически, да, нулевое состояние появляется, да, 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 да. А можно сделать... А можно чисто механически, да, да, да. Килот мысли и штурман тела должен быть един. Скажи, пожалуйста, Артур, а ты сам этот ключ в каком аспекте применяешь и синхрогимнастику, и для чего, и что это дает? Ну, я после работы прихожу, допустим, глаза закрываю, или лежа, или сидя, или стоя, это уже от степени усталости моей. Ну, я 10 минут, и у меня вообще пилот моих мыслей, такое ощущение, как будто я спал, наверное, час. Отлично, отлично. Слушай, как интересно, ты мне в прошлый раз говорил, что ты смотришь на горы, или смотришь на лес, и там видишь в этой картине природы, какие-то там очень особые какие-то вот, ну, короче говоря, весь мир целостный, и ты там в этой точке вот этого пространства видишь вот эту гармонию. Расскажи вот это очень интересно, я специально для тебя картину поставил. Подарили мне вот картину вы, и смотрел я на эту картину очень долго, смотрел на эту картину, и так получилось, у меня появилось много друзей из Дагестана, и вот мы на работе смотрели фотографии красоты Дагестана, и вдруг я увидел вот интересную фотографию, и на этой фотографии были интересные сюжеты природы, живой природы, вот. Ну, я вам вот эту фотографию отправляю, вы ее видели. И вот стал я присматриваться вокруг нас, на деревья, на камни, на картины, скрытые рисунки, скрытые мотивации. И вот когда я что-то увижу в вашей картине, в вашей картине, то у меня такое чувство происходит прям, и совсем прям уделяется. Так на самом деле рису становится, когда разгадываешь смыслы и понимаешь эти смыслы в живой природе или в картине. Например, если доллары показывает человек, доллары, вот пачка долларов, раз, а другой, а он ему говорит, или я тебе дам, или не дам, или что-то сделаю, то, что не нужно. И вот у этого человека что получается? Он увидел эти доллары, а он ему говорит, к примеру, чьего, и тот сразу, как мне плохо. То есть смысл в чем? В зависимости, конечно, от воспитания и так далее, что происходит? То есть творческая картина, человеку хорошо срабатывает эндорфин, а потом удар. И блок, он не может вот этот поставить, этот блок, и получается угнетение внутри, угнетение, и человек, организм начинает расслабляться, попадает в стресс. И, естественно, это есть от смысла, от воспитания, семейного института и так далее. Но сами вот эти ловушки стресса, вот эти ловушки стресса, они существуют. Если смотреть на картину, допустим, там квадрат, ну, она мне ни о чем не говорит, как геометрическая форма. Если смотреть на картину природы жизни, человека, дерева, или в целом планеты, земля, если смотреть как на картину, или рассматривать каждый из этого создателем, творцом, существа, зверушки, человека, дерева, земля и так далее, то в этом есть смысл. Если в этом понимать, ощущать миром ощущения вот эти вот мироздания, то это очень интересно. Но если смотреть просто на картину как на квадрат, и получать от этого удовольствие, или посмотреть на эти доллары, вот эти ловушки и блоки нужно учитывать. Артур, я знаю, что у тебя очень мало времени, потому что ты мне заранее сказал, что тебе надо куда-то ехать. Я поэтому тебя очень хочу поблагодарить, но очень хочу тебя попросить, чтобы в следующий раз ты показал несколько упражнений, о которых ты сегодня говорил. Ты говоришь, может, в следующий раз я покажу какие-то упражнения. И в нашей школе, поскольку у нас очень много любознательных людей, и особенно то, что ты сейчас говоришь, о том, что можно увидеть просто вот так посмотреть, а можно увидеть красоту, гармонию, увидеть какие-то знаки, смыслы. Дело в том, что когда занимаешься, занимаешься и смотришь на красивое, на вашу картину, на какие-то смыслы природы, и в этот момент открываешь глаза, закрываешь и видишь, ощущаешь и концентрируешь внимание на упражнении, происходит бинарное действие. Бинарное действие усиливает процессы пилота мысли и штурмана тела. И вот этот эндорфин, который действует на эпигеном, замедляет старение всего нашего организма, вот это есть, как бы я называю, наверное, стройной машиной времени для нас. Да-да-да, вот об этом я хочу с тобой в прошлый раз, в следующий раз поговорить, как мы в прошлый раз с тобой договаривались, чтобы ты рассказал кое-что об этом. Как ты видишь эту красоту? Вот я хочу, чтобы все поделились, что спортсмен такого уровня, как ты, который побеждал такие чемпионаты, который поднимает такой вес, что ты любишь природу, что ты любишь этот свет, вот увидеть красоту, гармонию, даже в песчинке, и ты говорил мне, что вот букашечка ползет по листочку, и ты там можешь разглядеть. Я хочу, чтобы все видели, что нормальный человек, он всегда хороший, нормальный человек, здоровый человек, он всегда хороший, и по своей природе все мы люди, если не испорчены, если не испорчены агрессивным воспитанием негативным, если не испорчены психотравмами, если еще чем-то не испорчены, что человек по природе хороший. Хороший. Вот, вот что главное, чтобы все поняли, потому что сейчас идет такая круговерки, такая вот непонятность, несогласованность духовных, физических ценностей, разрушение гармонии, и люди не знают, что такое хорошо и что такое плохо. Потому что есть даже такая фраза, если ты умный, где твои деньги? Это вообще такая вот дикость. Но мы об этом и поговорим потом. Ваша синхронизация гимнастика, которую я просто залив, прилип, она, конечно, принесла мне много смысла. То есть вот сама синхронизация ваших смыслов и моего опыта, соревновательного, жизненного, с выполнением вот этих движений с большим весом. Вот, конечно, и ваша синхронизация гимнастика – это очень глубокий смысл. Очень глубокий смысл. И этим нужно заниматься, развивать. Тем более, вот в наше время, изоляция, физкультура… Здесь нет. Физкультура… Вот я в школе… Я не любил в школе физкультуру. Я любил отдельные движения. Но физкультуру я не любил. Я не понимал смысла, зачем она нужна. Или вот… Я привожу к сыну своему в школу футболиста в Санкт-Петербурге. И они начинают играть. Вот. Я попросил учителя физкультуры, можно вот он один урок проведет? Ну, хорошо, пусть проведет. Мы еще хотим… Так вот, он вел две недели уроки. Две недели уроки. Там и был и бег, и упражнения, и какие-то футболы. Там все было. Но вот сама физкультура, сама физкультура, она требует себе такого внимания к изучению технических вопросов элементов движения. Но именно их нужно начинать на мягких, медленных скоростях. И именно синхроизм гимнастика как раз выполняет смыслы. Концентрация внимания пилота мысли. Вот это есть фундамент. Фундамент пилот мысли и штурман спец. Но нужно начинать с фундамента. Я тебя обнимаю. До встречи. Спасибо тебе огромное. Я цель нашей школы «Человек будущего». Тебе огромное спасибо. И мы надеемся на следующую встречу. Спасибо большое. Спасибо большое. Я на связи. Всем привет. Всем привет. Всем привет.